16 мая поход в храм электрического Шивы. Здесь мы будем на вершине горы. Здесь полные тысячи метров. Накрапывает дождик. Плазмурно. Это врата. Храм электрического Шивы. Стоит лингом. Обмазанный масло, но когда сюда попадает молния, тогда масло растапливается и видно, что это произошло. Говорят, один или два раза в год это случается. И вот такие интересные картинки, я уверена, не означают о, возможно, сотворении мира, в истории древнего народа, ведические истории. Снимаю, может когда-нибудь получится расшифровать их. Урожения уже, пожалуйста, делитесь. Я планировала эту поездку еще первый раз в прошлом году, но я так интересовалась на различные места, где что-то было такое храм. Электрического Шива. Как интересно, электрического шива. Электрический шива, как вы так знаете, интересно. И вообще было мне всегда интересно познать шива, какие-то энергии. Ну, энергия разрушения, очищения. Как-то и все, как-то в основном. И связать это немного с нашей культурой. Шива, Сива, его Сива еще называют. Сива, 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 Седой. И когда я услышала про храм электрического Шивы, ну, что-то началось. Какие-то мысли стали. Шива – это вечно танцующий бог. Шива Натараджа он называет. И как только в ведическом описании сказано, если вдруг бог Шива остановится, перестанет танцевать. Вселенная порушает. То есть мы живем из-за того, что танцует Шива. Так, значит, пошли мысли. Бродить опять. Танцует Шива. Электрический бог. Давайте тогда надумать. Электричество в нашем организме – это что? Нервная система. Получается импульс, то есть образ танцующего Шивы. Это наша циркуляция общей энергии в организме. Нервная система. И как только электрический Шива перестанет. И вот, все реально разрушается. Здесь, если сравнивать точную эманацию Була Шивы с нашей культурой и сосудовской социальной, не получается. Шива – это и бог Терун, бог электричества Мога и Грома. И Елес – бог потустороннего мира. То есть это и Елес – и Терун. Вот как бы две такие повстательные. Здесь он как бог, который живет или пребывает в том потустороннем мире. Это бог мира, астрального мира и мир нами, мира нами. А танцует он постоянно, вечно танцует. Вот. И может стоять как бы постоянно, вечно, да, вот. Вот таким вот образом. Без музыки, да. То есть вот такие вот движения. И красивые отточенные движения. В нашей культуре этот танец и становится более плавным таким вот образом, более плавным. Он танцует мужчина и женщина, ходит вокруг костра, на Купала. Опять-то танец очищения к празднику Купала – это очищение. Да, очищение, то есть время, когда можно создавать детей, зачинать детей. Но для этого нужно обязательно пройти очищение. Поэтому костер, вокруг костра, мужчина и женщина. Иногда с чашами можно, такие вот чаши. И если идут движения руками быстро, это чаши не переволачиваются. Вот опять заряженной волной, которая уже зарядилась бесконечность восьмой. Можно освещать дом, умывать лицо и о знаниях. Вот такие вот мы с вами благодарим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok